Субтитры сделал DimaTorzok Так, жильцов из старого дома составили, кто в какой квартире жил. И? Что и? В теории, кто-то мог взорвать бомбу, ну, или кого-то хотели взорвать. А на какой черт ты мне это говоришь? В смысле? Я вообще-то на помощь твою рассчитывал? Если у тебя в старых кругах еще остались связи. Мы же вроде как все вместе договорились докопаться на правдой, нет? Или я ошибаюсь? А я ни с кем ничего не договорился. Я прослушал. Ага. А ты, слушатель, не хочешь узнать, кто взорвал подъезд? Моё прошлое. Прошлое. Нет. Вы сдоманули, Славь. Всех оповещаем. Закончили разбор завала после взрыва. Завтра можете прийти забрать уцелевшую вещь. Здорово. Прошлое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лена? Субтитры создавал DimaTorzok А давай ты сейчас с окна слезешь, я к тебе зайду и мы с тобой поговорим, а? Лен, зачем вообще жить? Ты не права, Лен. Я ведь знаю, каково тебе. У меня ведь муж погиб. Да, но... Но у вас есть дочь, а я одна в этой пустой дурацкой квартире. Родителей давно нет, бабушка погибла тоже. Ну ты совсем не одна. У тебя есть я. Давай ты сейчас слезешь с окна и зайдешь к нам. Восемьдесят четвертая квартира. Я сейчас ужин сварю. Мы сядем за стол троем, поговорим. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Ну давай. Молодец! Красава! Тридцать четыре сорок. Вот ты где. Ну чего ты? Потерпи немного. Ты тоже вернешься на поле. Надо только немного потерпеть. Пацанель! Пацанель, дай брошу. Спасибо. Сама-то в это верит? Сынок, конечно, верю, но вот сыночка, моей веры мало, ты тоже должен. Участковый заходил. Завтра можно будет вещи забрать из того дома. Ну, в общем, из-под обломков что достали. Отлично. Может быть там и мои документы? Если они найдутся, я тебе хочу сказать, что уезжать тебе все равно не надо. Оставайся лучше, пока. Пока что? До лучших времен. Никогда не наступят эти лучшие времена. Ты не хочешь, кстати, сегодня сходить в кино на последний сеанс? Ну, я смеялась до двенадцати. Да и, если честно, не хочу. Хочу спокойно, дома, перед телевизором. Хотя бы один вечер. Слышь, пацан, ты же вроде баскетболист. Нормально я кидаю? Нет. Иначе бы из тридцати раз хоть раз попали бы. Сопляк, ты еще считаешь? Может, дашь совет, как кидать мячик? Мячик выше держите, когда целитесь. Локти не растопыривайте. И на ногах надо чуть-чуть присесть, как на пружинах. Это типа... Типа так, что ли? Ну, почти. Слушай. Может, вместо того, чтобы советы давать? Сыграем? Смейтесь. А что? Колечки уравнивают на шанс. Или труханул. Давай, опять бросков. Третий раз точно не получится. Давай. Давай-давай-давай. Давай-давай. Да ну к черту. Антоха! 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 Серега? Серега? Здорово. Здорово. И что ты долбишься? А я это... В общем... Певчанским затарился. Ну? Ну, думаю... Ты-то мне наверняка компанию составишь. Ну, погнали. Сейчас бы дунуть. Я встал, я больше не толкаю. Бабки не нужны? Нужны. Но не таким способом. Если за Гремлю, с кем тогда брат останется? Да ты такой сознательный, Лёлика. Вот именно. Не то, что ты. Да. А я вообще не знаю, как была бы на твоем месте. Повесилась бы, наверное. Ты дура такое говори. Ну, а что? Я же в переносном смысле. Мозги у тебя в переносном смысле. Лёлик. Лёлик, погоди. Ты обиделся, что ли, Лёлик? Нет. Просто надоело слушать на эту тему людей, которые в этом ничего не понимают. Лёлик, ну, прости, пожалуйста. Хочешь, я загнал уже свою вину? Я тебя с такой девчонкой познакомлю. Просто. У нее недавно закончились отношения. Ничего серьезного она не хочет. Зато все остальное хочет. Вот да. Именно то, что мне сейчас нужно. Ну, вот именно. Подожди, никуда не уходи. Работы нет. Вообще ничего нет. Я сегодня весь день провалялся. Перелился в потолок. Нет, старик. Так дело не пойдет. Чего, надо как-нибудь развеяться. Нам можно съездить. Друзей собери. Друзей. Друзей? Ну, да. Да я видеть их никого не могу. Сразу задумаю. Вот же мы совсем недавно вместе день рождения Илюхи отмечали. А Машка, она нас с Катей познакомила. Так про каждого. Я не знаю тогда, что тебе посоветовать. Хобби. Серьезно. Тебе нужно какое-нибудь хобби. Собак разводи. Модельки самолетов клей. Или вязать научись. Что делать? Вязать. Вязать? Угу. Альтикласс навязала. Который день не снимаю. Ну, прости. Хватит, ну хватит, ну хватит. Ну, вы знакомьтесь дальше, а мы пойдем. Спасибо. У тебя что, правда дом взорвали? Ну, правда. И что? Это тебе жить негде? Ну, вы квартиру уже дали. Ну, так пойдем к тебе. Знакомься, это Гарик, брат мой. Очень приятно, Оля. Девушка твоего брата. Ага. Привет. Ты обещал мне комнату показать. Да, ладно. Ты можешь погулять сходить? Я не хочу. Ну, захоти. Из комнаты не выходил. Это можешь? Ту-у-у. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЭДИОМАТОРОСЯ ЭДИОМАТОРОСЯ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как успехи? Да никак. Все обошло. Ничего нет. А у тебя? У меня тоже. Ну, для меня так это, слава Богу, что если бы они нашли его паспорт, давно бы уже сообщили, я так думаю. Да. Я думала, а вдруг? Никаких твоих вещей? Никаких. Все в этом свете осталось. Ляляк, смотри. Часы папины. Они тебе нужны? Копейки стоят. Ну, что? Я все равно буду носить. Стивили? Нет. Понятно, что ты их себе хочешь оставить, но нет. Это отец насилует. Никто больше носить не будет. Слышь? Я буду. Ясно? Э, ну-ка... Ну, Роза, Роза, шли! Врача! Врача, скорее! Маша, Маша, Маша. Что случилось? Я не знаю, она стояла, а потом вдруг стала оседать. Я даже не поняла, что ей плохо. Маша, Маша, Маша. Маша, Маша, Маша. Любопытно, да? Ага. Интересно, у кого ты в шкафу висел рядом с рубашкой? Я не в курсе. Не твое? ТВ Тебе чего надо здесь? Я же вроде как сказал, что твое прошлое в прошлом. Что здесь потерял? День добрый, это ваши вещи? Это мои бабушки, а что? Есть пара вопросов, пройдемте с нами. Э-э-э, подождите, вы куда ее? Все в порядке, мы из полиции, просто хотим поговорить. О чем? Вы ее родственник? Друг, еще человек, который ее спас, когда она в окошко хотела выйти. И что дальше? Да ее нельзя травмировать, она может в любой момент сорваться. Нам надо ее допросить, я от этого никуда не деться. Тогда я с вами поеду. Это не вас только что врач пытался привести в чувства? Мне лучше уже, я ее одну не оставлю. Лена? Привет. Привет. А ты что с пустыми руками? Не повезло. А у меня ловились? Все, что осталось в прошлой жизни. Ну, не так уж и мало, по сравнению с моей прошлой жизнью, да и нынешней. А ты с нами в новом доме живешь? Если ты про квартиру, то нет. Меня просто друг приют с ее пожить. Да нет, я просто могу довезти. Да нет, спасибо, я работаю здесь. Где? Да вон. В том доме. Как сидела на кассе, так чувствую и будет сидеть. Без документов вообще никуда не устроиться. Понятно. Слушай, это, конечно, не бог весть, какое утешение, но как ты относишься к тому, чтобы провести вечер приятной компании? То есть в компании меня? Обещаю, что документы спрашивать не буду. Почему бы и нет? Почему нет? Не волнуйся, все будет хорошо. Кроме вас, с бабушкой в квартире кто-нибудь жил? Может, комнату снимал? Или родственники гостили недавно? Нет, у нас нет родственников. Мои родители погибли давно. И комнату у нас тоже никто не снимал. Может, парень твой приходит? У меня нету парня. Почему все эти вопросы? Может, скажете уже? Узнаете у чемоданчик? Да. Мы его нашли вместе со шкатулкой в том, что осталось, от комода. Его специально не положили к уцелевшим вещам, чтобы отыскать владельца шкатулки. Ну, я бы так и сказала, что владелец бабушкой. А что внутри, в курсе? Старые вещи, наверное. Я не знаю, я не смотрела. Старые вещи. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Да, классно было. Правда. Давно не было так хорошо. А с парнем твоим? Он придурок, я не хочу о нем говорить. Он вообще не настолько классный, как ты. А? Что кому пишешь? Подруги. Блин, не работает. Лиолик, может, дашь мне денег удалкнуть на телефон? А то я тебе даже позвонить не могу. Блин, ну, сейчас вообще никак, правда. У нас все деньги в банке сейчас жить. Просто так не снимешь вклад, проценты все потеряют. Все остальное нам с Гариком на еду. Понятно. Вот, вроде все, с кем моя бабушка общалась, всех, кого я помню. Ну, и во дворе несколько соседок, я не знаю их по именам. Да и с этими-то тоже только по телефону. Оружие я... Нет, я не представляю, как это возможно. Это все пожилые люди, понимаете? Разберемся. Будем проверять. Поверить не могу. Как это возможно? Так. В общем, основания вас задержать пока не вижу. Можете быть свободны. Из города не выезжать. Вас вызовут. То есть полиция теперь тоже считает, что взорвалась бомба? Да нет, ничего такого они не говорили. Просто ищут, чье оружие в чемодане. Нет, но если бы там были гранаты, значит, в любом случае могло взорваться. Нет, если бы граната взорвалась, так подъезд бы не разнесло. То, что это может быть не совпадение, согласен. Нужно копать в эту сторону. Ой, только с Леночкой надо поосторожнее. Она в этом не виновата, я почему-то уверена. Бедная девочка и так уже на грани. После того, как ты узнаешь, что у тебя бабушка оружейный барон. Да расслабьтесь, вы я шучу. Слышишь, шутник? А тебя сюда вообще никто не звал. То есть ты хочешь помогать, помогай. А если нет, вон дверь. Иди. Мы сами тут как-нибудь разберемся. Кто? Таксисты эти милые дамочки? Со всем уважением. Долго разбираться будете. Так это из-за вас дом взорвали. Что? Да я в курсе уже. Про гранаты у вас в квартире. Это ты или твоя бабка. Это из-за вас и сейчас в этом. Из-за вас люди погибли. Даже сказать нечего. Спокойней, молодежь. Лен, куда шла? Домой? Ну вот и пошли. Слушай, да не переживай ты так. Людям гораздо проще жить, если им есть кого обвинить. Даже если не того. А если того? Если это правда из-за бабушки? Да твоя бабушка, скорее всего, даже и не знала, что там оружие. Как не знала? Не, ну она, конечно, догадывалась, что там что-то незаконное. Понимаешь, есть такая тема. Барыги находят левого пенсионера для торговли даже тем же оружием. Просто когда накрывают барыгу у менты, обыскивают его хату и его родственников. А о левом пенсионере знать никто не знает. А дедушки и бабушки не задают вопросов. И за это получают прибавки к пенсии. Уживать как-то надо. Бабушка же одна тебя тянула, так ведь? Разве от этого ее вина становится меньше? Я тебе отвечаю, мы докопаемся до правды. И найдем виновных. О, здорово, Серега. Здорово, Антоха. Компанию составишь? С утра? Нет, спасибо. Я так много не пью, да и тебе, в принципе, не советую. А чего так? Антибиотики? Антоха, у жизни столько много приятных вещей. Зачем себе в них отказывать? Слушай, старик, ты не обижайся на меня, но я тебе честно скажу. Ну, цыть, вот, завязывай. Ну, как-то вот... В руки себя возьмешь. Возможно. Я взял. Все, что мне нужно, я взял. Слушай, Лен, ты прости меня, что я рассказала всем. Ничего. Ну, мы же разобраться должны. Я не знаю, откуда Вадик узнал. Может, мать им рассказала. Хочешь, я с ней поговорю? Не надо. Все равно уже. Бабушка, она всегда за меня платила. За учебу, за все. Не давала работать. Говорила дочи сначала. Я в Египет с друзьями ездила. Шмоток кучу покупала. Как-то спросила у нее, откуда деньги. А она сказала, что это от мамы так много осталось. Бабушкина. Я хочу сделать детализацию счета. Как только оформлено следствие. Зачем? Может, это как-то поможет выяснить, от кого и деньги приходили? Чтобы попасть. Легко. Ну, я с ним закручиваю. Может, это она не может быть в любом случае. У меня нет, нет. Легко. У нас есть такая мелодная. У меня нет. Нет! Нет! здорово с вами серёга орлов и нет это не радио москва-север-фм радио москва-север-фм идет это мой видеоблог я назвал его блок покойников почему покойников спросите а потому что я сам и всяком я буду рассказывать могли умереть и умерли в каком-то смысле не переключайтесь будет весело ай подожди слушай я решил видеоблог вести про всех нас кто жил в том доме зачем хочу рассказать чтобы люди услышали зачем смысле зачем понимаешь я хочу чтобы нас не забывали хочу чтобы нас поняли какая разница зачем просто я умею хорошо рассказывать мне отлично получается но от меня тебе чего ты будешь героем его первого видео блога очень смотри сейчас дальше интервью на камеру тебя увидят люди нет почему нет ты подумай хотя бы нет и все ты меня зовешь типа и самой маленькой всех внимания привлечь да а потом все меня жалеть будут я вообще эта идея вся глупая я не разрешаю про себя рассказывать понятно свидетельство о праве наследства паньку елизавета викторовна так елена юрьевна дело в том что в данный момент вы не можете получить свидетельство как это я не поняла раз елизавета викторовна не оставила завещание первым наследником является дочь покойный они вы к сожалению да у моей бабушки была дочь моя мама но она давно умерла боюсь у нас другие сведения не знаю насколько это вас обрадует но ирина крюкова жива это ваша мать насколько я понимаю мы уже подали запрос свое место жительства ожидаем ответа бред какой-то как такого может быть вообще бабушка мне всегда говорила что мама умерла зачем вот ей было врать причины разные могут быть не слишком ли это все сначала наружу прятала теперь еще и блин ну вот честно тебе скажу вот я не верю что мать не знала что это же вот не удивлюсь если бабушка сказала что я мертва блин ну ладно ну все скоро станет ясно но ты права по моему это слишком много для одного человека а ты попробуй я понимаю это сложно конечно попробуй не думать об этом а здесь можно как не думать а я могу таблетку дать заотворные я сама без них сейчас не засыпаю спасибо слушай а по поводу банковской карты той но марина вадика мать она работает в том банке если я не ошибаюсь попробуем ее попросить может она возьмет историю операции смаж спасибо большое нифига себе ты это видела штамм васька ссылку кинул знакомьтесь это аня 15 лет учится в тридцать седьмой школе фото было сделано до взрыва а это после по моему разница очевидна конечно вы можете сказать любого можно снять с неудачного ракурса может быть но я уверен что все мы все кто пережил этот взрыв еще на себе печать печать покойника если хотите я не не я не к тому что нам нужно срочно сочувствовать жалеть нас не смотрите на эти рожи у нас у страны таких покойников я вот например когда этот китайский шлак поем тоже на труп похоже я к чему это все говорю потому что жизнь настолько непредсказуем ты можешь потерять в любой момент ты или твой близкий человек а не потеряла на этом взрыве отца тварь слушай это что собачка что ли чтобы по утрам выгуливать ты не гавкой а то на морду я серьезно чё мы ждем и Ну… Чёрт! Я тебя предупреждала! А? Какое ты имел право? Ты гад! Самый настоящий гад! Ты, значит, ролик посмотрела, да? Ты низкий самодовольный придурок! Кто тебе разрешил уставлять мою жизнь, да ещё и глумиться? Ань, ты меня вообще неправильно поняла. Я не… Я тебя уничтожу. Я про тебя такого напишу. Послушай меня. Я над тобой не глумился. Там совсем другой смысл. Во всех социальных сетях, в блоге твоём, всем друзьям, везде. Я буду писать, что ты педофил. Понял? Это и есть ничем не лучше. Лёха, спасибо, что меня накидал. Да не за что. Только у меня всего полчаса, пока не хватится. Ну, дай этого за глаза по себе знаю. Ты только прокати его как следует, ладно? Не сомневайся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Жень. Серьёзно, это было мега круто! Я реально думал, что мы вначале шмякнемся – вот так вот раз и всё. Никаких забот. Что? Да ладно, шучу я. Не хочу я шмякаться. Сегодня точно нет. Юморизм, блин. Что, я телефон? Семенас. Я потом отвечу. Хорошо. Так о чем я говорил? Ты говорил о Чурчхеле. Серьезно? Так, все. Я говорил о Чурчхеле. Мне больше не наливать. А я думала, вы девешники крепче духом. Так, я не понял. Это что сейчас началось? Бармен. А принеси нам водочки Гранд Вести. Нет, нет. Давай, давай. Сейчас покажем, как мужики пьют. Принеси, принеси. Принеси, принеси. Не нужен. Меня все устраивает. Меня тоже? Черт. Я ж с того дня первый раз так хорошо провожу время. Леночка, это операция за последние полгода. Видишь, я желтым выделила. Вот каждый месяц, примерно в одно и то же время, бабушка твоя вносила одну и ту же сумму, видишь, на свою карту. Угу. И что, нам отдают? Вспомни, пожалуйста, может быть, в этот день или накануне кто-то приходил к вам? Я и в полиции сказала. Никто к нам особенно не приходил. Тем более каждый месяц. Тем более с чемоданом. Ну, или бабушка специально выбирала такое время, когда тебя дома нет. Мы можем посмотреть видеозаписи с камер, с подъезда. Но ведь должен был кто-то приносить ей наличные. Опять же, оставлять новый товар на хранение, да? Где записи найдем, Ильич? Я спрашивала уже и нашла выход на одну девушку. Она работает в департаменте информационных технологий. Там еще архивные записи из всех городских камер хранятся. Нам обещали помочь, но это будет все не бесплатно. Так-так, колись. У тебя что, свидание было? Чего ты взяла-то? Слушай, ну, у тебя там шампанское на столе, цветы и запах твоего одеколона стоит на всю квартиру. Слушай, а мне кусочек пьесы оставили? Наташа, это все... Валер, ну, черт возьми, это же круто, что у тебя кто-то появился. Я вот тоже только со свидания. Только ты мне в следующий раз позвони, скажи, что у тебя тут свидание, и я задержусь. В следующий раз скажу. Прости, прилетел как смог. Что случилось? У мамы совсем плохо. Именно делать операцию у нас нет денег. Сто пятьдесят штук. Лёня, помоги. Отдай денег в долг. Я, честно, тебе все отдам. Мы квартиру сдавать будем. У нас двухкомнатная. Я к маме перееду. А другую сдавать будем. Мы тебе все отдадим. Но только деньги сейчас нужны, понимаешь? Маша Кроссовская звонила. Рассказывала про этот ролик в интернете. Говорит, ты сама не своя стала, когда я посмотрела. Маш, надо по губам отдавать. Говорит много. Я ее тоже посмотрела. И как тебе? Если этот придурник еще пожалеет. Послушай, Анюта, он же не со зла. А с чего еще? Ты видела, как он глумился над нами? Ну и над собой тоже, и вообще над всей ситуацией. Это называется защитная реакция. Просто плохо ему очень. Он ведь тоже любимого человека потерял, как и мы с тобой. Вот и защищается, чтоб от горя не сойти с ума. Понимаешь? А других зачем трогать? Меня зачем? Лучше бы сошел с ума своего. Ну, каждый спасается, как может. Просто понять надо. Попробуй. Ну, что ему ничуть не легче, чем нам с тобой. Ты же у меня добрая девочка. aa О, это не шоу. Эл. 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 Алексей. Эл. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, вот трое неизвестных, которые заходили в подъезд как раз в те дни, когда бабушка Лена вносила деньги на банковский счет. Смотрите, может, узнаете, кого. Вот этого можно отметать, это репетитор какой-то, он на третий этаж приходил к Гале. Вот это курьер Верки. Она частенько продукты дамы заказывала. А этого никто не узнает? Нет. Ну, значит, у нас есть победитель. Вернее, главный подозреваемый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok